Создание благоприятных условий для обеспечения 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 На сегодня в регионе сумма долгов по алиментам составляет порядка 250 миллионов тенге. Мерами координации погашена задолженность перед государством в размере 117 миллионов тенге, по алиментным обязательствам 110 миллионов. Должники, работая в службах такси посредством интернет-приложений и получая доходы, продолжают уклоняться от исполнения требований исполнительных документов. Мы пошли дальше, начали проверять индраевер Яндекс.Такси, где также было выявлено около 2 миллионов тенге, которые злостные алименты заработали за определенный период времени. Конечно, есть обращение в деятельности региональной палаты частных судебных исполнителей, которые обязаны были сами это все выявлять. Департамент дистриции тоже контроль в этом вопросе не осуществлял надлежащим образом. Все эти факты, назорным органом, путем простых запросов мы это все выявили. Сидя в кабинете, направили запрос, благо, что эти компании пошли нам на встречу. Департамент у юстиции и региональной палаты частных судебных исполнителей указали на упущение в работе. По всем вопросам проводится служебное расследование. Всего с начала года к административной ответственности привлечено 82 должника. Из них 71 подвергнут аресту и 11 к штрафам. К уголовной ответственности привлекли 12 должников. В Казахстане реализуется проект «Саполе-Онэм». Его цель заключается в обеспечении поддержки отечественных производителей, создании условий для развития добропорядочной конкуренции, защите потребителей от небезопасных и некачественных товаров. В регионе закупили 56 образцов продовольственной и непродовольственной продукции. Проверка показала, что только 16 из них соответствуют установленным нормам. Сюда и входило в частности нарушение прав потребителей в сфере налогообложения. Фискальные чеки не выдавались, обман потребителей, не выдача документов потребленным потребителям, а также товары, которые с истекшим сроком продавались, а то, которые СЭС должен рассматривать. Очень много фактов нарушения. Шампунь не имел маркировку, то есть на казахском языке информацию, а мыло оказалось фальсифицировано. Почему фальсифицировано? Потому что после того, как мы экспертизу проводим, еще мы проверяем данные продукты на портале Евразийского экономического союза, где имеются декларации и сертификаты. Данные продукты не оказались в данном реестре. Ежегодно растет количество жалоб граждан на качество предоставляемых товаров и услуг. За 9 месяцев текущего года в областной департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 368 обращений. В разрезе отраслей наибольшее число жалоб наблюдается в следующих сферах. В розничной торговле 28%, в электронной торговле 46,7%, в бытовых услуг 3,3%, в ЖКХ 6%. За нарушение законодательства в сфере регулированной торговой деятельности были привлечены к административной ответственности 125 субъектов предпринимательства, в том числе привлечены к административной ответственности за превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары 124 субъектов бизнеса и один субъект за разницу цены товара, указанный на витрине и в кассовом чеке. Из них 12 субъектов оплатили административные штрафы в доход государства на общую сумму 895 тысяч тенге. Остальным вынесено административное взыскание в виде предупреждения. В настоящее время мажористмены рассматривают проект закона о защите прав потребителей. Он уже прошел первое чтение, его поддержали депутаты. Данный законопроект направлен на повышение ответственности бизнеса, эффективную защиту прав потребителей, а также усиление роли неправительственных институтов в этих вопросах. В рамках цифровизации по поручению главы государства Касымжумар Татукаева в Казахстане началось активное внедрение социального кошелька в приложении Егофмобайл, с помощью которого можно получить рецепт на медицинские препараты, минуя приемы врача. Они идут себе на участок, им выписывают рецепт в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения, те препараты, которые по доучетности им положены. И у них в Егофмобайл в разделе «Социальный кошелек» лекарственные препараты появляется ваучер. Нажимая на этот ваучер, показывается QR-код, и по этому QR-коду в аптеке фармацевт отбивает, какое лекарство, какая дозировка, сколько препарата, и далее выдается препарат. В данном новшестве имеется ряд преимуществ, которые превосходят прошлые варианты выдачи рецептов. Например, не нужно стоять в очереди в поликлинике. Все у нас уже доучетники наши, они все на участке известны, они знают своих медсестер. То есть можно будет по приходу лекарства позвонить медсестре, написать медсестре, попросить выписать лекарственный препарат. Ваучеры упадут, и минуя прием врача, можно попасть, сразу подойти в аптеку, по этим ваучерам получить лекарственный препарат. Со стороны поликлиник тоже предусмотрены некоторые преимущества социального кошелька. Удобство для нас, конечно, у нас всегда существует, это человеческий фактор, существуют определенные коррупционные риски, связанные с этим. Ну, то есть где-то не обеспечен препарат, где-то кто-то получил препарат. Причем население пожилое, где-то кто-то получил две упаковки, а говорит, что получил одну. Ну, такие моменты были у нас, мы сейчас как делаем, да, у нас есть рецепты, мы сзади на рецептах пишем, сколько упаковок получил, и пациенты расписываются. Но это, опять же, субъективно, да, можно сказать, ой, роспись подделали, я не получил. Здесь все подтверждается электронной цифровой подписью, делается все, то есть в приложении, да, и мы у себя в приложении можем увидеть, сколько препаратов получил, да, этот пациент, в какой количестве, в какой дозировке. Трудности в регистрации социального кошелька возникают у старшего поколения. Большинство из них пользуются кнопочными телефонами и не имеют возможности приобрести новый смартфон. Несмотря на это, очередь в первой городской поликлинике собралась большая. Сейчас там помогают с регистрацией на ИГОФ Мобайл, привлекли соцработников. Горожане относятся к нововведению по-разному. Многие пока считают, что не каждый сможет разобраться в приложении, и им проще пользоваться проверенным вариантом. Брать рецепт у врача, написанный от руки. У меня кнопочный телефон, мобильник, пенсия 117, что мне делать? Ну я, конечно, против, живу одна, родственников здесь у меня нету, дети далеко в России живут, не приезжают. Вчера, чтобы установить этот вот социальный кошелек, я пошла в ЦОН, опросилась работы, пошла в ЦОН, установила. Потому что самой там, даже мне, зная ни одну программу, тяжеловато было. У меня свекрови 98-й год. У нее нет телефона, даже кнопочного. О каком приложении может идти речь? ИГОФ, я не могу ее вкачать, ИГОФ, потому что ИГОФ автоматически выкидывает меня. Я пока не знаю. Я не скажу. На данный момент, может быть, да. Но дело в том, что у меня муж тоже инвалид, вторая группа, у которого тоже кнопочный телефон. Я вам еще раз говорю, в ИГОФ я не могу. Вот если, например, я плачу коммунальные услуги, у меня, я могу туда несколько лицевых счетов бить. То на получение лекарства только вот я одна на свой телефон. Все, больше я туда дополнительно никого не могу еще добавить. Не у каждого есть сотовый. У меня, допустим, есть сотовый, но он кнопочный. Есть и те, кто согласен с внедрением социального онлайн-кошелька и уже пришел получать медицинские препараты через приложение. Первый раз по ИГОФ получать лекарства еще не получила. Но я думаю, что так будет лучше, чтобы не стоять в очереди в кабинет. Вы зарегистрировались уже? Да, зарегистрировались. Зарегистрировались. Вы сами регистрировались? Нет, сын, сын сделал, мне помог. За несколько дней в первой поликлинике лекарствами в рамках соцкошелька обеспечили порядка 600 человек. Пациентам, у которых нет смартфонов, врачи, конечно же, будут идти навстречу и выдавать рецепты в привычном варианте. Но в будущем планируется полностью перейти на электронный формат. В многопрофильной областной больнице прошел семинар по вопросам развития посмертного донорства в нашем регионе. Более ста северказахстанцев нуждаются в пересадке органов. Такую статистику озвучили приглашенные спикеры из Астаны. В листе ожидания находится 104 пациента, это с заболеваниями, больше всего это почек, конечно, потому что они получают гемодиализм, соответственно, почки, печень, сердце и легкие. На данный момент 107 тысяч через ягов было волеизъявлений, а более 100 тысяч, порядка 100 тысяч это отказы, и более 6700 это согласие. По вашей области более 3000 волеизъявлений, из них согласие порядка 150. Посмертная пересадка органов проводится только с согласия родственников потенциального донора. Однако более 90% случаев в Казахстане заканчиваются отказом. Специалисты связывают это с неосведомленностью и недоверием граждан. Это, наверное, понятно. У людей и так, скажем, такая тяжелая ситуация, и, может быть, не очень приятная. И тут мы еще спрашиваем разрешение на трансплантацию, хотя это, наверное, гуманный подход именно тому, чтобы даровать органы людям, которые в них нуждаются, особенно дети. Нам нужно уходить от того, что именно у родственников не то, что спрашивать разрешение. Родственники не должны принимать решение за нас. А каждый гражданин, ну, совершеннолетний, должен сам принять решение. Это у нас есть воля и изъявление. Согласен он отдать свои органы после смерти или не согласен. Большое значение имеет личное волеизъявление донора, считают врачи. Мы спросили мнение горожан по этому поводу. Это все зависит, наверное, от понимания ситуации и от желания родителей, ну, тех родственников, которые остаются без того, который уходит в тот или иной мир. Есть и такой случай, можно, если что, края отдавать, чтобы жизнь человека продолжалась дальше. Но если он сам изначально дал разрешение, то почему нет? К слову, в прошлом году посмертными донорами органов стали семь казахстанцев. Это помогло спасти жизнь 19 людям. Параллельно развивается и прижизненное донорство. В Казахстане работают семь центров трансплантации. Функционируют 40 донорских организаций. Две из них в нашем регионе. Это многопрофильные областная и городская больницы. Северо-казахстанцы продолжают закупать уголь на зиму. Многие начинают уже запасаться им весной, сразу после отопительного сезона. Кто-то завозит его летом, однако и сейчас на тупиках не разъехаться, не разойтись. Люди покупают и оптом, и в розницу. Мы берем уголь здесь в рабочем, на объездной, Шибаркуль. Но обычно закупаемся всегда весной, потому что, как говорится, готовь, Саня, весной. Всегда хватает. Сколько закупали? Закупаем два, две тонны берем, полторы тонны. Нам, в принципе, домик небольшой хватает. Но никогда не было такого, чтобы поехали, и там его не было. Уголь хороший? Уголь хороший, горит хорошо. Нет, нет, конечно, не жалуемся. И отходов мало. Мы каждый год покупаем уголь, Шибаркуль. Раньше, конечно, уголь был очень качественный, жаристый. Пять тонн нам хватает. Изолы почти не было, он как порох, как дрова прогорал. А сейчас, последние мы три года берем его, и залы много, и не такой он жаристый. Дым аж черный идет. На сегодня население заготовило 342 тысячи тонн угля, 59 тысяч тонн из которых составляют потребность для центральных котельных. Ими заготовлено 16 тысяч тонн. Реализуются на тупиках области четыре марки угля. Это Шибаркульский, Каражаринский, Майкубинский и Кибастузский. В области потребность угля составляет 612 тысяч тонн, в том числе для бюджетных учреждений 146 тысяч тонн. В настоящее время потребность для бюджетных учреждений поставлена на тупики и вывезена на места хранения. Для населения потребность составляет 407 тысяч тонн. Поставки черного топлива в регионе ведутся согласно графику. Ажиотажа нет. Всего в области имеется 36 пунктов реализации угля. В настоящее время запасы составляют почти 31 тысячу тонн. В городе Петропавловске в продаже имеется 3680 тонн угля. Сегодня на один из тупиков в рабочем поселке поступило еще 10 вагонов. За вклад в ликвидацию последствий паводка и помощь в строительстве домов в новом микрорайоне Берлик по инициативе центрального аппарата партии АОЛ благодарственными письмами наградили 25 волонтеров – студентов Североказахстанского университета и Высшего строительно-экономического колледжа. Во время большой воды они первыми откликнулись и вступили в строительные отряды, чтобы помочь восстановить или построить жилье для пострадавших. Во время паводков, благодаря сплоченности нашего народа, мы, можно сказать, преодолели эту трудность, небывалую стихию. Это коснулось тоже в первую очередь североказахстанский регион. Тогда по инициативе председателя партии депутата парламента, мажориста парламента Серега Матулавича Избаева на скорую руку были созданы по республике именно в регионах, где наиболее пострадавших регионах от паводков были созданы студенческие строительные отряды. Активисты областного филиала партии в этом году провели большую работу по оказанию поддержки семьям, пострадавшим от паводка. К примеру, разгружали и раздавали гуманитарную помощь. Охватили порядка ста семей. Решение о помощи пострадавшим семьям в виде гусят. Вот каждой семье, 100 семьи мы раздали по 20 гусят, и каждой семье дали еще и корма на эти гусят, на доращивание. И это, конечно, оказало большую поддержку семьям, которые они помогли, было благодарны. Санжар Тимирбай считает, что помогать людям в таких сложных ситуациях – долг каждого казахстанца. Узнав, что в стране создаются волонтерские отряды по ликвидации последствий стихии, не раздумывая, вступил. Тогда же и присоединился к партии АУЛ. Сегодня от центрального аппарата в подарок получил часы. До этого я был активистом, помогал на сборах воды, на переноску воды и так далее. Как пришло предложение от партии АУЛ, я сразу же вступил в партию, сразу же стал активным ее участником в плане помощи стройки. В стройке мы помогали строителям в повседневных моментах, ну не повседневных моментах, а повседневных моментах стройки, то есть там где-то перенести, что-то подать, как-то поддержать, как-то перенести. И свою работу я не могу оценивать, потому что, мне кажется, это на моем месте сделало бы так любого гражданина нашей республики, потому что это непосредственно обязанность любого гражданина республики помогать в тяжелом моменте. Студенты помогли построить и восстановить около 200 домов. Помимо награждения, члены партии проведут двухдневный семинар, где волонтеры смогут пообщаться и обменяться своим опытом. Пригласили порядка 120 активистов из Акмолинской, Костанайской и Североказахстанской областей. 20-летний борец Резабек Айтмухан стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе на молодежном чемпионате в Албании. Выступал он в весе 97 килограммов. В финале соперником казахстанского борца был спортсмен из Ирана. Спустя две минуты после начала схватки иранец вышел вперед, но Резабеку Айтмухану удалось отыграться. Бой закончился со счетом 11-6 в пользу нашего борца. С победой спортсмена поздравил Аким Североказахстанской области Гауэснур Мухамбетов. Поздравляю нашего борца Резабека Айтмухана с победой на молодежном чемпионате мира до 23 лет. Таким образом он стал трехкратным чемпионом мира. Настойчивость и сила духа чемпиона являются достойным примером в защите чести нашей страны. Резабек прославил имя Казахстана и показал путь молодому поколению. Желаю чемпиону в будущем покорить еще более высокие вершины в спортивном мире. 8 сентября этого года борец уже выигрывал чемпионат мира, а в прошлом сезоне стал первым чемпионом из Казахстана по вольной борьбе в весовой категории 92 килограмма. Северо-казахстанский борец Нуркажа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе, который проходил в Албании. Выступал в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке ему противостоял борец из Японии. По итогу Нуркажа Кайпанов одержал победу со счетом 5-3 и впервые за свою карьеру завоевал золото мирового первенства. Стоит отметить, что спортсмен уже принимал участие в чемпионате мира в 2019 году, но тогда он привез на родину серебряную медаль. Таким образом, чемпионами из состава сборной Казахстана стали двое североказахстанцев. Глава региона ГОС Нурмухамбетов поздравил спортсмена с яркой победой. Нуркажа стал вторым казахстанским чемпионом мира по вольной борьбе. Первое историческое золото завоевал Резабе Кайтмухан. Упорный труд, дисциплина и несгибаемая воля к победе Кайпанова стали источником гордости для всего Казахстана. Вы вдохновляете молодых спортсменов своим примером, показывая, что на пути к вершине нет преград, если верить в свои силы и идти к цели. Желаю чемпиону мира Нуркаже новых побед. Пусть ваши спортивные достижения продолжают прославлять Казахстан на мировой арене. Субтитры создавал DimaTorzok